сегодня я хотел ну захотел я поговорить о управлении активами это такая на слуху на на языке у всех тема вроде бы модная вроде бы какая-то современная ну собственно поскольку есть опыт построение систем управления активами хотели поговорить о вопросах связанных с этой темой что меня отыскать будоражило то есть когда говорят управление активами иногда начинают кидаться такими лодунгами то есть мы компании мирового уровня то есть круче нас никого нет внедряем только практике управления активами самое искать неуважительное то что мы наблюдаем что-то игр это для механиков а мы строим систему брони активами то есть мы менеджеры мы эффективные руководители то есть мы строим нечто другое чем систему таир скажем так опять-таки меня тоже часто такие веселят уже сравнение но какие-то западные обычно интеграторы вендоры что-то наша система поддерживает управление активами а ваша мол нет такой лодунг он в корне искать неверен поскольку система управления осу это просто инструмент один из инструментов который можно применять можно не применять то есть нет такого что система поддерживает правильные активами ну вот из-за этого я решил поговорить ну во-первых да актуальность действительно есть такая тема вот именно постепенно управление выделяется как менеджмент в отдельную направлению то есть не делайте ремонты а управлять процессами зарождается там целый класс менеджеров директоров которые грубо говоря не были механиками электриками но управляют активами в четырнадцатом году вышел стандарт международные управление активами как раз вот если говорить о а терминология о том чего начинать эту самую тему читать стандарт опять-таки второе немногие знают что к этому стандарту есть приложение то есть именно консультанты и сообщества по управлению активами мировое сообщество сделал такие подсказки гайдлайны руководство по внедрению где уже там человеческим языком написано из каких элементов строится система менеджмента какие там показатели какие стандартные планы по развитию системы ранее активами этого гайдлайна вот опять-таки очень часто вопрос задают зачем нам сертификация зачем нам внедрять этот стандарт по всем нам пройти активами у нас есть ремонт и у нас есть таскать процесс планирования что такое управление активами зачем нам это нужно очень кратко покажем основные области элементы управления активами по этому стандарту немножко про на томе поговорим с анатомии это не медицинский термин а есть документ который позволяет почитать его и понять как выстраивать именно системы ранее активами с учетом требований стандарта но и часто спрашивают базовые этапы внедрения и сертификации то есть такие вопросы прикладные но самый первый вопрос это есть документ управление активами эта серия стандартов они кстати обновляются в прошлом году то ли в этом должен был выйти стандарт новый тоже этой серии но собственно шаги внедрения вы должны сами определить для себя цели внедрения то зачем он делать стандарт первый элемент из которого начинается внедрение этих документов стандартов это политика согласование целей системы управления активами со всеми заинтересованными сторонами чуть дальше поговорим об этом ну самый понятный те кто занимается сейчас построением системы менеджмента это разработка бизнес-процессов то есть формальных процедур управления активами документов но и последний шаг подчеркиваю последний шаг это автоматизация то есть если вы решили вашу систему автоматизировать то соответственно вас должны выйти процессы документы и цели до этапа внедрения какой-то системы но второе направление когда вы внедрили именно система менеджмента это шаги сертификации есть международные компании которые занимаются оценкой соответствия вашей системы но и выдачи сертификатов самый простой это предварительно аудит там в конце будет некая подсказка как он проходит это вы можете делать сами внутренними аудиторами и внешними консультантами то есть это такая ваша фаза самооценки официальная фаза когда уже приезжает реальный орган по сертификации это аудит готовности это уже фаза аудита если аудитор подтверждает что в принципе готовы к официальной фазе сертификации проходит сертификационный аудит но и каждый год он как любые стандарты они проверяются надзорные аудитами опять-таки вопрос там кто в мире россии этот стандарт не дрил но в мире там их уже сотни компаний в нашей стране ну в россии мы считаем да первое было это суэк сибирская угольная энергетическая компания 2 чуть позже там на год до 2 года позже слов нефть и третье в этом или в прошлом году nordgold соответственно тоже компания россии активы они это дело специфицировали вот собственно фотографии тот тоже если момент справа это чарльз кори это непосредственно работчик этого стандарта великобритании вручал москве сертификат что важно в этом процессе что вы должны опять-таки до начала разговоров обрание активами определить области но для производственных компаниях это очень просто эта область сертификации это те виды деятельности которые для вас приносят наибольшую ценность в качестве суэк это добыча и обогащение угля не получение прибыли не снижение повышения там затрат а сертификация именно той области которую занимаетесь зачем нам это нужно вот там говорил что часто даже топ-менеджеры говорят зачем нам нужен вас стандарт но я так подумал как можно проанализировать почему такие вопросы задаются на западе вот именно культура менеджмент управления активами стандартизация этого процесса она развивалась но опять-таки благодаря этому институту все из целости тут институт управления активами так называется а он соответственно зарабатывать тему делать стандарты документы именно в области менеджмента то есть не и как делать ремонт и а как строить процессы как сравнивать свои системы то есть бенчмаркинг и выпускает такие вот руководство нашей стране ну как бы эволюционно развиваются тема именно ремонтов то есть именно положение системе ремонтов нормативы на ремонт и от структуры для ремонта там считается что мнение заинтересованных сторон она но не так важно как сам процесс ремонта то есть процесс где-то начинается с железа с какого то есть там чуть-чуть экономики в этих документах но в основном это такие документы больше технически то есть ниоткуда было взяться потребности в развитии системы менеджмента второй вопрос зачем нам нужны лучшие практики которые в этих стандартах и других там документах изложены но первые все знают да что можно по своим граблям ходить то есть строить свою систему управление активами с нуля там придумывать процессы придумывать элементы в этих процессах можно очевидно использовать накопленный опыт опять-таки западные или отечественные наше наблюдение что удачный опыт у компании одинаковые они удачные примеры они какие-то всем специфические собственно лучшие практики позволяют увидеть те элементы системы которые были у коллег и копировать и для построения своих а собственно один из документов там анатомия по управлению активами если вы там заинтересуетесь он позволяет примерить эти чужие опыты к себе как можно из каких элементов построить свою систему крайне активами первое что все начинается вопросы и и непонимание то есть российской терминологии нет такого технического термина управление активами да то есть они все суть финансы активы нематериальные финансовые дебиторка кредиторка ты совершенно не про ремонт и не про оборудование и в этом начинается но сразу проблема то есть когда вы заявляете управление активами вас финансисты не понимают но самом стандарте управление активами расшифровывается что скоординированная деятельность то есть некая деятельность организации для реализации ценности от активов то есть ключевое здесь понятие ценность они активы дату из ценность это нечто который для вас приносит какие-то достигают какие-то цели но опять таки определению этих стандартах тоже очень размытая то есть актив там это нечто там по-английски так и написано это нечто не написано что это самосвалы линии производственные они что что имеет ценность вот собственно первый вопрос который вы должны ответить для себя что для вас это нечто который имеет ценность если это там карьеры самосвалы понятно нас какие у них ценности здесь это там линию передач электрические да тоже там понятно ценность ну и соответственно управление активами это обеспечение ценности для достижения бизнес цели всех заинтересованных сторон то есть термин который механиков ставят в тупик то есть какая ценность для каких заинтересованных сторон то есть тут кончается как бы механик начинается тот самый менеджер или там специалист по процессам по управлению активами который должен это дело формулировать ну реально активы и ценности опять таки этом вопрос вам задан то есть какими активы вы управляете что для вас актив если вы там производственной компании то есть первый вопрос какими активами управляете и второй вопрос это что самое ценное какая ценность от тех активов которые вы управляете ну например этом если вы добываете нефть газ то вас ценность может быть как самого актива то есть залежи полезных ископаемых тоже является активом И их ценность в том, что они могут гореть и давать людям тепло и энергию. То есть для вас ценность это преобразовать эти вот запасы в тепло для каких-то людей, для потребителей. Не делать ремонт и не повышать там КТГ, как часто пишут, понижать там аварийность. Вы реализуете ценность. А если с точки управления активами, там, производство целлюлоза, бумажных этих всяких производств, понятно, ценность, да? То есть вы, как Кирилл Мефодий, да, даете людям возможность читать книги, которые напечатаны на вашей бумаге. То есть такие неожиданные разрезы ценности, которые позволяют, собственно, выявить, что же от вас требуется, от вашей системы в районе активами. Опять-таки аспекты ценности часто, когда мы заходим на таких проектах на клиента, ну, на разного уровня этих клиентов, для кого-то ценность это вот то, что я сказал, как продукта. То есть есть продукт, ну, в Суэке, например, это был уголь, Газпром, там, газ, нефть. Ценность актива, она кроется в самих разведанных запасах этого актива. Ну, второй аспект, например, это предоставлять услуги. То есть кто-то может, РЖД, там, перевозить людей безопасно, Мосводоканал очищать воду. То есть ценность, она не в ваших железных дорогах, а в перевозке людей. Ну, имидж очень часто на Западе говорят, ценность актива для нас это тоже, там, обеспечивает имидж. Но я что-то в России, там, сходу не нашел. Ну, там, имидж, например, больших компаний производственных, когда их ТЭЦ отапливает небольшой городок, где живут сотрудники этих компаний. Более понятный уровень ценности, да, когда мы доходим до железок, ну, вот, обеспечение безопасности. Там всякие наши клапана, защитная арматура, а ее ценность в том, что она способна предотвратить аварию. Ну, и, кстати, при внедрении в систему Асутаир очень часто забывают об этом аспекте. То есть назначение оборудования никак не формулируется, что от нас технологи, например, ожидают выполнения каких-то производственных показателей, режимов, там, эксплуатации. И в системе надо как-то это определить. То есть ценность самосвала перевозить, там, 40 тонн руды на уклон не менее, там, 12 градусов, не менее, там, 5 километров. Вот это ценность самосвала. А уж ваши, там, ППР, механики и подрядчики обеспечивают эту ценность самосвала путем плановых ремонтов. Ну, и последнее, да, вот то, что я сказал, ценности актива выполнять функции, это то, что обычно заложено в техрегламенте. И вот, опять-таки, компании мирового уровня, они эти ценности должны быть способны продемонстрировать, то есть явно показать, что эти ценности они могут сформулировать и показать любым заинтересованным сторонам. Ну, аспекты, да, заинтересованности тоже очень непростая тема вот с этими самосвалами. Акционеров обычно интересует прибыль. Для них актив – это просто, так сказать, нечто приносящее прибыль. Они могут купить банк или купить карьер, и для них прибыль будет, ну, одинаково выглядеть, да, то есть денежный поток. Чуть ниже, когда вы определяете в политике заинтересованные стороны, это, конечно, руководство компании. У них на самом деле нет никаких целей по прибыли. Это их просто показатель. У них цели – это выпуск продукции, продажа, там, услуг каких-то для продажи продукции. То есть у них такие цели – заинтересованность именно выпускать, производить, оказывать услуги. Почти всегда забывают, когда строят систему управления активами, описать ожидания заинтересованных контролирующих органов. То есть явно указать, какие у нас есть требования от внешних контролеров, скажем так. Есть и налоговый учет, и промобезопасность, и социальные какие-то контролирующие моменты. Ну и аспект заинтересованности сотрудников обычно – это стабильность в доходе. Нет там ни у кого таких мега-целей в мире во всем мире. Все хотят стабильности для себя. Мы как-то изучали вопрос, зачем нужен самосвал водителю самосвала. Ну, просто чтобы он позволял ему зарабатывать на перевозке этого угля. Других целей у него нет. Ну и клиенты компании. Для них заинтересованы в получении качественных продуктов, услуг. Опять-таки, исходя из нашей практики в России, да, то есть какие обычно выгоды обозначаются. Но самое частое – это привести в соответствие. Просто наладить свою систему ТАИР к лучшим международным практикам в области управления активами. То есть такая цель – просто навести порядок. Вторая цель, часто там говорят, стандартизация контроля качества процесса управления. То есть именно чтобы был этот цикл управления в дополнение к стандартам качества. Вот показатели экипия ТАИР – КТГ, КТИ, аварийность – это все техника. Иногда, поскольку у нас руководство меняется, акционеры просят обеспечить преемственность, чтобы наша система управления активами при смене главного механика, главного инженера не разваливалась, а она продолжала работать в документах, в процессах, в системах и не зависело от исполнителей. Положительный имидж. Кто-то думает внедрить систему, но, опять-таки, чтобы быть похожим на компании мирового уровня. Ну и четвертая, последняя там цель, поскольку компании уже три сертифицированных, некоторые хотят быть одними из первых, которые получили сертификат. То есть она чисто такая амбициозная. Опять-таки, из тех клиентов, которые проходили через нас, СУЭК была самая программатичная цель – это выстроить, точнее подтвердить, не строить, а подтвердить. СУЭК достаточно давно строила свою систему управления активами, оборудованием. Они просто хотели проверить, что они соответствуют лучшим практикам, и не нужно их менять. Ну, соответственно, они подтвердили, что даже на их документах, их политике, их системе информационной, в принципе, соответствуют стандартам прониктивных. К нам тут заезжали, скажем так, компания европейская, Nefit, Energetica. У них в Европе и вообще в западном мире этот стандарт используется уже давно, ну, с 2014 года, как условия получения от банков и строевых компаний более, скажем так, привлекательных условий. То есть, если вы прошли аудит по S155 тысяч, вам дают лучшие условия по страховке ваших активов, ну, и управляете, да, поэтому, скорее всего, они будут в лучшем состоянии, чем у других компаний. Полюс, им просто надо построить систему без цели сертификации. Опять-таки, вот такие проевропейские компании, Атераусские и Усть-Каменогорские компании две, у них требования акционеров. То есть, есть владельцы этих заводов в Казахстане, у них просто требования акционеров, чтобы эти заводы были сертифицированы по стандарту S155 тысяч. То есть, такое многообразие, оно показывает, какие реальные цели бывают при внедрении этих систем управления активами. Опять-таки, вот вопрос там, откуда брать. Наша рекомендация начать изучение с анатомии. Есть документ, он так называется «Анатомия управления активами». Начало этого документа – это такой опросник. То есть, действительно, вам сложно продемонстрировать эффективный затрат ключевым заинтересованным сторонам, если технарии и финансисты говорят на разных языках. То есть, такие вот несколько простых вопросов. Если вы отвечаете «да», 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 то, соответственно, ответ «да». Для вас эта тема управления активами актуальна. Ну и читайте далее. «Анатомия на английском языке». Сейчас третья версия пока актуальна. Это сама анатомия и приложения к этой анатомии, которые позволяют почитать, изучить лучший опыт в таких документах. Одно из основных преимуществ этого документа, что он структурирует, собственно, понятие менеджмента в такие шесть групп. То есть, есть группы, там, стратегия, принятие решений, обеспечение жизненного цикла, данные по активам, организация, ну и управление рисками и анализ. Такие шесть называются групп тем, а всего 39 таких тем, которые позволяют как кирпичиками выстроить вашу систему управления из тех элементов, которые вы считаете нужными и ценными в вашу систему управления активами. Ну и вот эта модель, они такие детские, конечно, но если там вчитываться и применять их к себе, можно выстроить такую логику, понятную для менеджмента вашей организации. То есть, шесть областей, сверху у них те самые заинтересованные стороны, которые, исходя из определения требований этих заинтересованных сторон, формируются некий план. То есть, план, стратегический план управления активами, так называемый, который позволяет выстроить цепочку требований от внешних сторон системы менеджмента управления активами. Да, сейчас есть английская версия, можно зайти на сайт этого института управления активами и купить. То есть, мы, поскольку являемся членами этого сообщества, у нас есть доступ к этому порталу, мы, собственно, перевели для своих клиентов, для своих материалов эту анатомию. Если там вы заинтересуетесь, можно будет на наших курсах получить доступ к этой анатомии, ну и как-то поучиться на этой теме. Как пример, да, все там сейчас говорят про надежность, про риски, про данные об отказах. Один из таких приложений к этому анатомии описывает такие бизнес-аспекты внедрения РСМ. Там содержатся очень примитивные, ну, скажем так, советы, рецепты, описание методов оценки рисков, ну и включая этот самый РСМ-анализ. То есть, опять-таки, ну это не руководство для надежности, а руководство по элементам. То есть, какие элементы в вашей системе могут быть, их краткое описание, ну и, собственно, визуализация основных металлогических подходов. Ну, собственно, вот что же дальше? Опять-таки, если вы готовы, готовые, как они пишут, путешествия, управление активами, на Западе такие, любят лозунги, то есть, если вы хотите попутешествовать, то это путешествие начинается с самооценки. То есть, если вы хотите, ну, сами пройти эту оценку, предварительную, да, насколько вы соответствуете требованиям этого стандарта, у нас есть такая вот анкета, скажем так, вы можете обратиться к нам, получить анкету, ответить на вопросы. Ну, и мы постепенно накапливаем такие предприятия, которые готовы начать это путешествие. Ну, и как-то в следующих сериях наших выступлений можем показать результаты, да. То есть, запрос нам, если вы хотите самооцениться, то есть, ваше предприятие, ваша там компания, насколько вы сейчас готовы, ну, и как-то продолжить этот разговор. Второе, что мы можем предложить, опять-таки, если вы хотите это путешествие там продолжать, мы запустили наш курс, ну, мы рассказывали на других встречах о нашей новой платформе. Так вот, сейчас доступен тот самый курс по броню активами для построения системы, с помощью которого можно, ну, обучиться, попробовать себя в роли управленцем активами, изучить теорию, то есть, какие-то стандартные сделать задания, ну, и в конце мы в итогах подводим, то есть, насколько вам эти знания помогут в реализации вашей цели строить систему броню активами. Привет, я мультяшный робот Простоев.нет. Расскажу вам о нашем курсе «Стратегическое управление активами». Курс подойдет директору по управлению активами, главному механику, главному энергетику, главному инженеру, главному архитектору, техническому директору, руководителям и инженерам по планированию, надежности и диагностике, а также всем, кто участвует в повышении эффективности компании. Программа курса состоит из семи учебных модулей и рассчитана на 40 часов обучения. На курсе вы сформируете навыки и обретете опыт в области стратегического управления активами. Курс проходит онлайн на нашей платформе СДО «Простоев.нет». Вы можете учиться с любого устройства. С телефона, планшета или компьютера. Все, что вам нужно, это доступ в интернет. В рамках курса вы освоите практические методики, которые найдут свое применение на любых промышленных предприятиях. Вы познакомитесь с конкретными проектами ТАИР, от «Простоев.нет», которые реализованы в России и СНГ. По итогам курса вы обретете развитые компетенции. Сможете формировать политику, цели и стратегический план по управлению активами с учетом различных факторов. У вас будет возможность на практике отработать создание политики и стратегического плана по управлению активами применительно к требованиям вашей организации. По окончании каждого учебного модуля вас ждет практика и тестирование, а по итогам обучения на курсе вы сможете получить сертификат. Чтобы задать интересующие вас вопросы и оставить заявку на курс, переходите по ссылке под этим видео. До встречи на курсе!